Первый совет – познакомиться с ее друзьями. Будь это парни или девушки, люди, с которыми она работает или гуляет. Вот в чем дело, даже если вы не учились вместе или не работаете с ней в одном офисе, скорее всего у вас есть общие друзья. Вы хотите выглядеть как достойный парень. Поэтому ваша репутация очень многое значит, особенно когда женщина выбирает себе мужчину. Не так важно, что вы говорите о себе, намного важнее это то, как вы вписываетесь в группу людей и то, что эти люди о вас думают. Потому что настанет день, когда вы увидите ее через дорогу в компании ваших друзей за обедом. Знаете что? Вы быстро перейдете через дорогу, поздороваетесь с друзьями и представитесь. Достаточно пару минут, они обедают, а у вас встреча. Это нормально. Суть в том, что она спросит «О, а кто это был?». И тогда ваши друзья могут сказать о вас хорошо, ну или не очень хорошо. Поэтому обладать репутацией среди ее друзей – это важно. Второй совет – делайте правильный выход. Что значит «правильный выход»? Ну, все зависит от ситуации. Вы заходите в клуб, у вас по красотке в каждой руке. Бум, ваш статус гораздо выше, чем у парня, который пришел сам по себе. Ну или вы заходите в аудиторию с друзьями и они смотрят на вас как на лидера. То ваш статус будет выше, чем если бы вы просто вошли в зал сами по себе. Следующий трюк – это знать кого-то. Когда вы где-то появляетесь, то вряд ли хотите быть одиночкой. Хорошо было бы найти знакомого, который с вами бы тепло поздоровался. Таким образом, он всем вокруг показал бы, что вы хороший человек. У этих пунктов есть общее. Социологи называют это социальное подтверждение. Дело в том, что мы, люди, отдаем большое значение рейтингам. И тому, что люди в группе думают о других людях в этой группе. Таким образом, если у человека высокий статус, то это позволяет нам проще понимать то, что этот человек надежный. Что этому человеку можно доверять. Итак, девушка, с которой вы хотите познакомиться, она состоит в этой группе. Она увидела вас с другой и понимает, что та вас одобряет. Появляетесь с друзьями и она понимает, что они вас уважают. И это все стало понятным без того, чтобы вы промолвили ей слова. Следующие два пункта – не стесняйтесь быть самым стильным в помещении и не бойтесь использовать цвета и текстуры. Я понимаю, что не все парни хотят выделяться. Но если вы хотите быть замеченным, то вам надо выделяться среди всех остальных парней. Этот пиджак ничего не делает, кроме того, что я в нем выгляжу лучше. Он визуально увеличивает плечи, я выгляжу стройно и подтянуто. Пару слов о силе цвета. Это важно. Почему? Это естественный феномен. Посмотрите на природу. Нам нравятся цветы, а цветы используют силу цвета. Все это замечают и это помогает вам выделяться. Хорошо, я понял, спорт пиджак – это не ваша тема. Тогда рассматривайте другие варианты, например, зеленая замша. Слишком ярко для вас, но тогда наденьте что-то из мужской классики, которая никогда не выйдет из моды. Главное – это размер. Вещи, которые вам по размеру всегда будут помогать вам выглядеть хорошо. Следующий пункт – замечайте ее. Да, вы представились ей, это было очень быстро, но вы ее помните. И вы должны показать ей это. Поэтому каждый раз, когда вы проходите мимо, здоровайтесь с ней по имени. Или если она в другом конце зала, то сделайте небольшой круг. Ну или хотя бы контакт взглядом, кивните. Суть в том, что вы должны дать ей понять, что вы ее замечаете, и она у вас на радаре. Благодаря этому она будет о вас думать. Далее, парни, улыбайтесь и делайте контакт глазами. Забавный факт, что взрослые мужчины уже и не помнят, как это делать. Мы выросли в обществе, где нам говорили «не смотри в глаза, будь серьезным». Но если вспомнить себя в детстве, что вы делали? Вы смотрели на людей, говорили им «привет». Суть в том, что у людей поднимается настроение, когда они видят улыбку, поэтому вам надо вернуться к этому моменту. И это должно быть естественно. Вы не можете улыбаться только при ней. Потому что если вы не практикуетесь, то вы не сможете это повторить, когда нужно будет. Поэтому я настоятельно рекомендую, чтобы вы учили зрительному контакту с людьми. Практикуйте это просто так. Улыбайтесь людям. Это ничего не стоит, и вы увидите, что другие люди тоже улыбаются в ответ. Это станет для вас нормой. Таким образом, когда вы увидите ее, то вы абсолютно естественно посмотрите ей в глаза и улыбнетесь. И тогда произойдет магия. Далее в списке «Не бойтесь наводить Марафетт». Вам просто надо показать, что вы стараетесь для нее. Вы хотите показать свою лучшую сторону. Это мелочь, но девушкам это нравится. Поэтому, когда она появляется на радаре, то вы просто поправьте галстук или волосы. Вам надо показать ей, что вы хотите произвести на нее впечатление. Следующий совет. Убедитесь, что вы держите осанку. Расправьте плечи. Девушкам нравится парня с красивым торсом. Ну а если вы проходите мимо нее, как вам привлечь внимание? Простой способ – это использовать ароматы. Дело в том, что у женщин обоняние лучше развито, чем у мужчин. И это ее зацепит, если у вас есть свой аромат, который выделяется среди других парней. Если вы знаете, как эти духи сочетаются с химией вашего тела. Вы знаете, сколько надо наносить и как использовать духи. Вам надо просто быть замеченным. Вам не надо заявлять о себе. Не стоит наносить слишком много духов. И да, господа, только вы можете подобрать себе свой уникальный аромат. Обычно это, когда вы наносите духи на себя, и вы чувствуете себя лучше, вы чувствуете себя приподнята. Духи – это жидкая храбрость. И не стоит париться насчет дизайнерские – это духи или простые. Вы просто ищите те, которые вам нравятся, и они хорошо сочетаются с химией вашего тела. Если вы смотрели мои видео, то вы в курсе, что мне нравятся спортпиджаки и их магические характеристики. Одна из которых – это привлечение внимания к плечам. Дело в том, что когда вы держите осанку, то вы виляете плечами больше, чем обычно. И как раз это делают мужчины, когда стараются впечатлить женщину. И девушки на это ведутся. Поэтому, когда вы носите пиджак, то ваши плечи выглядят еще круче, ваш силуэт прорисовывается. Вы выглядите мужественнее и сильнее. А что, если вы приблизились к ней? Как вы можете понравиться без лишних слов? Первым делом разберитесь в силе подражания. Это применимо каждый раз, когда вы взаимодействуете с кем-либо. Смотрите на язык тела и не бойтесь подражать. Вам просто надо посылать тот же сигнал, что и другие. Так, если у вас открытая стойка или закрытая стойка. Или куда направлены их ноги. Если вы больше слушаете, а они говорят, то не бойтесь подражать их языку тела. Люди этого не заметят. Наоборот, они будут думать, что вы чем-то на них похожи и станут более расположены и открыты к вам. Далее, не пяться назад. Что я имею в виду? Когда к тебе подходит девушка, она может вторгнуться в твое личное пространство. Но это только твое определение границ личного пространства. Некоторые ребята, они отходят назад, хотя она ничего такого не имела в виду. Она, наверное, просто приблизилась, чтобы показать вам что-то. Может, она хотела вас понюхать. В общем, если она приняла решение приблизиться к вам, то не надо отходить назад. Просто держите свою позицию. Если вы общаетесь и хотите приблизиться, то можете сделать полшага, чтобы лучше разглядеть что-то или услышать. Но не стоит надавливать и заполнять все пространство собой. И, конечно, помним о силе смеха. Настоящего смеха. Если она сказала шутку или в компании было что-то смешное, то дайте себе волю и смейтесь. Женщины находят это очень привлекательным. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok